ну что я себе буду котлетки делать куриные паровые много не буду потому что надоедят они вообще мне эта вся еда не нравится паровая без специи но делать нечего поэтому приходится пароварки у меня нету я добавила в куриный фарш кабачка картошечки сырой и это все дало сок и они у меня теперь как в водичке там немножко ну попробуем что получится а а а а а а а а а шепчет займи ну выпей боже мой ну какая красота сегодня цыганский рынок но чего-то совсем все грустно уже он и собираются люди ну а чё такая погода непонятно то ли ливанет совсем пусто я приехала денег надо снять с карты я уже и так сажала Совсем пусто, надо же. Ой, выводит погода, конечно, у всех. Ну, совсем прям сегодня грустно. Грустно, грустно. Да, удачно я съездила. Просто вот до сих пор не могу никак отойти. Потеряла карту, девчонки? Мало того, что банкомат не работает. Пока звонила Толику, чтобы он меня в РЭС отвез, ну, за свет заплатить. И у меня прям такая мысль в голове, а куда я карту положила? Все, перерыла, вернулась к банкомату. Да я понимаю, что я... То ли я мимо сумки положила, то ли чего. Ну, в общем... Вот так вот, вся разнервничалась. Давай Косте звонить. Он говорит, мама, у тебя же есть приложение. Что ты, переведи себе на другую карту деньги. Ой, ну, вы понимаете, а мне что теперь делать-то? Я же пенсию на нее получаю. Это че ж мне? Теперь в Мурманск ехать надо, карту делать новую. Ну, в общем, не знаю, короче говоря. А еще Толик мне и говорит. Слушай, а мне сказали... Кто-то ему сказал, что сегодня тяжелый день. Я говорю, ну, вот у меня прям тяжелый. Просто вот, понимаете, не могу понять. То ли я мимо положила сумки. Да, бывают огорчения. Ну, че, приехала домой, перевела на другую карту деньги. А за свет-то ехать надо платить. Все равно. Да что ж такое-то? Ой, ладно, сейчас чайку попью. Ну, и буду опять Толику звонить. Автобус только будет пять часов теперь. Ой. Ну, зато хорошая новость. 27 числа, полодиннадцатого вечером, прилетят мои мурманчане. Костя их привезет и на следующий день улетит назад. Так что скоро, мои дорогие, будет вам доброе утро, девочки. Вторая попытка. Ой. Блин, не нашла. Ну, где же я найду, Толик? Такой, в Панамке. От солнышка. А мне, так холодно было. Ну. У нас там же 35, Москва 35, Питер не знаю. Урал 35. Ага. А у нас колод собачий. А у нас 10-12 градусов уже градусов. Ну, раз в 15 где-то днем будет. Да с таким ветром-то чувствуется, что все равно как в осень. Не, осенью она не пахнет. Она весенняя, она так-то, все. Да все равно холодно. Куда мы сейчас едем? В Пуд. Деньги снять еще раз. Это самое, до бассейна или куда? Не, в Пуд. Давай поближе. В Пуд? Да. И в РЭС потом. Ну и денек сегодня. Вот уж на самом деле. Приехали в РЭС. Мне дали квитанцию. Я говорю, а касса до какого часа работает? Она не работает. Она в отпуске. Езжайте в РНКБ. Твою мать! А пока я была в РЭСе, Толик поехал жену свою забирать с работы. Дохромала почти. Ну, до юбилейного рынка. Кошка! Только вот глаз да глаз. Вот она уже собралась в дом идти. Ну, нельзя тебе туда. Ты блохастая, чумазая, как незнамо кто. Пока он приехал. Поехали в РНКБ, в банк. Там народу. А я ни разу не платила через это. Ну, девушка мне там, служащая, помогла. Ладно, всё. Слава Богу. Да, я оплатила заказ в Симферополе. Теперь буду ждать посылочку. Да, ну, денёчек. жалко карту. Так. Жалко карту. Мы успели отойти, объявили по громкой связи и вернули мне карту. А тут опять вот. А тут опять вот, ну, что это? Да невнимательность моя. Девушка четвёртой молодости. Девушка четвёртой молодости. Памяти нету. Концентрации никакой нет. Ну, сейчас вроде уже, ладно, отошла. А то прям расстроилась. Не могу. Вот такой день сегодня, девчонки, получился. Делала, делала вазу. А в результате всё-таки перекрасила. Это сейчас так не видно. Ну, в общем, вот такая вот ваза получилась. Вся неровная, грубая. Вот не даёт, да, вот эта голова рукам покоя, ну. Ой. И ну, раз сама на себя удивляешься. А хочется делать. Вот хочется. Хочется. Не всё удачное получается. Но опять это на чей взгляд? Для меня удачное. Она... Я эту бутылку пластиковую прислала в посылке из Мурманска. Она мне понравилась вот просто из-за того, что она вот такая вот. Здесь таких нет бутылок. Вот. Ещё у меня одна есть. Надо сделать. Но надо там что-то другое придумать. Гляньте-ка, а к вечеру-то вон и небо очищается, и солнышко вышло. Закат будет, наверное. Вон горлица прилетела на провода. Ладно, пойду заниматься делами. А то чё-то весь день прокаталась, путём ничего и не сделала. Иду на закат. Ох ты! Ох ты! Что, мои дорогие? А, термометры 15 градусов. Ощущается, как градусов 8. И ветер этот, как он задолбал. Ну, завтра обещают 20. Боже мой, может быть, наладится всё, а? Ну, правда уже, ну что это? Скоро конец мая. А всё холодно и холодно. Я говорю, три дня тёплых было всего. Да, денёчек сегодня был. Прямо скажем... Чудо, а не день. И карту потеряла. И вообще пришлось ездить два раза. А это лишние деньги. И, в общем... Да и вообще всё это неприятно. Но ничего не поделаешь. Бывают и такие дни, правда ведь? Да, как говорят, слава богу, что деньгами. Так что... Ничего. Неприятности этого мы переживём. Я говорю, надо весь день что-то хмуро. Как ночью, вон и небушка красивое стало. Ой, господи. Да, вот так мы живём. То одно... То одно, то тебе... Блин! Раз и другой! Эта жизнь скучать не даёт. У меня сегодня получился день. Вот просто... Чё-то вот... Ну, с цементом поковырялось. Может быть... Полчаса, может быть, за день. Ну, чего-то там поразбирала немножко. И всё. И всё. И вот туда-сюда моталась. И так и день прошёл. Ну... А ведь сегодня день пионерии, зайки мои. Ну, увидите вы уже позже. Но всё равно я вас всех поздравляю. Потому что все мы были пионерами. И вот, кстати, начала смотреть сериал Пищеблог про пионерский лагерь. Восьмидесятый год. Ну, чё-то, знаете... Столько про него читала. Прям такого хорошего. Не знаю, выдержала полторы серии. Нет. Нет. Ну, во-первых, это совсем не восьмидесятый год. Совсем другие дети. Совсем всё какое-то другое. В общем, мне не понравилось. И я считаю, что если не нравится, то и нечего, и время терять. Смотреть. Вот. Так что вот такие вот дела, мои дорогие. Вот и солнышко садится. Холодно прям. Я хоть в кофте с капюшоном, всё равно холодно. Так что давайте, мои золотые, до завтра. Порядили ряды зрителей. Я так понимаю, что народ разъехался по дачам. Кто на даче, кто в деревню, кто куда. Ну, ничего. Остались же те, кто смотрит. Так что, мои дорогие, я вам желаю всего самого хорошего. Самое главное, не болейте. Пусть всё будет хорошо у нас, у всех. Я даже всего хорошего желаю хейтерам, которые пишут гадости. Пусть и у них всё будет хорошо. Ну, надеюсь, завтра увидимся. И день, надеюсь, завтра будет лучше, чем сегодня. Всё равно я лягу спать с хорошим настроением. Чего обижаться. Всё в жизни бывает, правда? Чего и вам советую. И рекомендую. Так что, всё, солнышко пока. До завтра. Может, завтра даже погреемся. А то, знаете, вот эта сырость. В доме холодно сразу. Сыро. Противно. А уже отопление не хочется включать. Думаю, ну, всё, ждёшь, ждёшь каждый день. Потепление, да. Ладно, зайки мои, а то меня не остановить. Я и буду тут трындеть стоять. Всё, давайте. Я вас обнимаю, целую. Давайте, мои хорошие, пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»